Всем привет! Рада приветствовать вас на канале! С вами Юта и сегодня по вашим просьбам я делаю предмет интерьера для кухни. Это разделочная доска, но вы можете использовать ее либо для украшения вашего интерьера, либо как подставку под горячее. Первым этапом я уберу все изъяны, которые есть на поверхности доски. Я их зашпаклюю и загрунтую в белый цвет краской серии Acryl Art. Теперь, пока доска сохнет, истончим края нашей докупажной карты. Теперь на сухую поверхность я наношу белый клей, клей ПВА. И приклеиваю наш докупажный элемент. И через файл при помощи маленького шпателя хорошо разглаживаю. Теперь сверху покрываем еще одним слоем клея и оставляем до полного высыхания. Теперь путем подмешивания к белой краске различных оттенков зеленого я получаю нужный мне тон и подгоняю его к докупажной карте. Соответственно, то же самое я буду делать вот здесь внизу, только здесь я уже буду подмешивать другие оттенки в белую краску для того, чтобы получить вот такой оттенок бежевого цвета. Так, ну вот, что получилось. И сейчас я заколеровала коричневой краской структурную пасту. И внизу сделаю, вот здесь, где мне не хватило докупажной карты, сделаю такой трафаретный элемент. Вот этот нижний край, который немножко растекся, нужно потереть ватными палочками. Так, сейчас мы оставляем для высыхания вот этот нижний элемент, орнамент. Он должен полностью высохнуть. После этого мы покрываем всю нашу поверхность доски лаком. Также оставляем до полного высыхания. И будем приступать к росписи. Так, теперь мы начинаем роспись. Будем рисовать имитацию вуали. Для этого нам нужно сделать вот такой небольшой эскиз. Кто рисует очень хорошо, в принципе, можно и без эскиза. Сразу контуром нанести на досочку и прорисовать. Ну, я предлагаю не изобретать велосипед. Скажем так, сделать старым проверенным методом. Так делают большинство мастеров. Сделаем такого эскиза. Нас интересует именно вот эта линия. Я ее обвела синим. По ней мы и будем вырезать. Эскиз мы делаем так. Прикладываем нашу доску. Обрисовываем. Сдвигаем немножко в сторону. И смотрим, на каком уровне мы хотели бы видеть нашу вуаль. То есть, ниже, выше. Ставим здесь черточку. И от нее рисуем волнистую линию. Все остальное будем делать в процессе, и вы увидите. Так, сверху то же самое. Тоже рисуем волнистую линию. И сейчас по этим синим линиям я все вырежу. Теперь основную часть мы оставляем. Нам она не нужна. А вот эту нижнюю мы накладываем. Теперь берем белую краску. И сухой кистью абсолютно набираем краску. Лучше где-то даже промокнуть. Чтобы на кисти было немного краски. Теперь мы покроем лаком этот слой. Мы это делаем для того, чтобы дальше, когда мы начнем прорисовывать складочки, тени, чтобы где-то, если будут ошибки, легко можно было их устранить. Поэтому хорошенько покрываем лаком и даем высохнуть. Так, теперь мы белым контуром по твердым поверхностям Поведем вот этот контур, чтобы в дальнейшем не путаться при прорисовке. Мы его тоненькой линией обозначим. Дальше мы будем прорисовывать складки. Для этого вы можете карандашиком соединить линии, чтобы потом красками легче было вам рисовать. Мы будем соединять вот эти уголочки напрямую. Каждое основание вот этой вершины. То есть все наши выпуклые вот эти части. Ну и вот здесь маленькую мы тоже. Вот эту выпуклую часть. Все, вот таким образом у нас получились складки. И теперь мы тоненькой кистью все это прорисуем. Субтитры создавал DimaTorzok Наносим еще один слой лака. Теперь будем наносить тени. Вот я уже немножко здесь сделала, чтобы вам было видно. Здесь уголочки и по самим линиям. Для этого нужно развести грязно-зеленый оттенок. Я соединила белый, черный и немножко зелени. Потому что фон у нас основной зеленый. Поэтому и тень должна быть по тону похожа. Сильно яркие тени не должны быть. Потому что будет тогда очень большой контраст. Все надо размывать водой. Если где-то вам не понравилось, вы нанесли много краски, вы можете потереть ватной палочкой какую-то линию, сделать тоньше и бледнее. И так по всей доске. То же самое вверху. И так по всей доске. Продолжение следует... Продолжение следует... После того, как роспись высохла, покрываем еще одним слоем лака. Лак я беру матовый. Мне не хочется, чтобы эта работа сильно блестела, поэтому покрываю матовым. Это уже заключительный этап работы. И оставляем до полного высыхания. Ну и вот как в итоге выглядит готовая работа. С обратной стороны это обычное дерево в его естественном виде. Оно ничем не покрыто, с его структурой, сучками. А с этой стороны декор. Ну а вы за это время оцениваете работу. Кому понравилось, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. А мы с вами увидимся в следующем видео. До новых встреч!